Сегодня на очередном пленарном заседании Государственной Думы планируется рассмотреть 74 вопроса. Это один из обсуждаемых сегодня вопросов, внесенных группой депутатов Единой России, о ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов. Законопроект вызывает много вопросов. В частности, им дается право сотрудникам полиции, Росгвардии, Федеральной службы охраны и другим силовым структурам на временный промежуток времени ограничивать пролет беспилотных летательных аппаратов, сбивать их специальными средствами информационными, нарушать их работу. В любом случае, ожидается дискуссия на этот счет, поскольку многие граждане, многие владельцы этих беспилотных летательных аппаратов все-таки требуют конкретики. Они требуют, чтобы были прописаны четкие критерии, где летать можно, где нельзя, и когда, собственно, и по каким причинам можно ограничить их право на вот этот свободный сбор информации. Кроме того, будет внесено большое количество законопроектов от оппозиции, большинство из которых планируется фракция Единая Россия и ее представителями в комитетах на отклонение, в том числе законопроекты КПРФ, связанные с поддержкой педагогических работников, и законопроект КПРФ, связанный с освобождением от налога на имущество многодетных семей в Российской Федерации. Одновременно мы коснемся сегодня темы прошедших выборов в Российской Федерации и якобы грандиозного успеха Единой России. На самом деле, этот грандиозный успех связан исключительно с победами губернаторов, которые шли в большинстве своими самыми движенцами и никак не ассоциировались с Единой Россией, не вспоминали о своей партийной принадлежности. А второе, они шли на фоне абсолютно зачищенного поля с удалением оттуда всех соперников, которые могли навязать какую-то конкурентную борьбу. При абсолютном доминировании административного ресурса, плюс на это еще, безусловно, накладывались многочисленные, а порой тотальные и системные, как в Татарстане, например, случаи фальсификации выборов. Я сам был на этих выборах. Практически по всей территории Татарстана применялись и вбросы, и переписывание протоколов, и открытые и грубые вмешательства в работу наблюдателей, членов участковых избирательных комиссий, которых просто сотрудники полиции выводили перед подсчетом с участков. Ну, а многие участки, где были плохие результаты для партии власти, просто сворачивались после окончания голосования и уходили, не давая никакой информации, не давая никаких протоколов, естественно, за которым потом можно было бы следить или делать какие-то выводы. Поэтому, естественно, оценка была дана руководствам партии, оценка в части непризнания результатов этих выборов, с требованием привлечь к ответственности и председателя Республиканской избирательной комиссии, и, безусловно, руководителя Министерства внутренних дел, поскольку сотрудники Министерства внутренних дел Татарстана во многом способствовали тому, чтобы эти фальсификации были возможны. Что касается мер законодательного характера, которые предлагает партия, мы в части борьбы с этими фальсификациями, борьбы с нарушениями, мы внесли несколько законопроектов, которые будут рассмотрены, мы надеемся, в течение осенней сессии. Это законопроект, который отменяет муниципальный фильтр и делает возможным выдвижение сильных кандидатов для того, чтобы действительно была конкурентная борьба, а не вот такой вот, по сути, безальтернативный вариант избрания губернатора. Мы внесли еще ряд законопроектов, которые ужесточают ответственность за теми, кто фальсифицирует выборы. В том числе сегодня подготовится законопроект, который будет вводить дисквалификацию как одну из мер ответственности в случае применения административного ресурса. Когда руководитель той или иной организации, который агитирует, требует, настаивает на голосовании за то или иного кандидата, может быть отстранен и лишен своей должности, но наш для Татарстан будет достаточно эффективным способом борьбы впредь с подобного рода проявлениями административного ресурса. Едва ли не центральным вопросом сегодняшней повестки дня будет правительственный час с участием министра науки и высшего образования Михаила Катюкова. Без науки невозможен тот самый экономический прорыв, без которого, я извиняюсь, невозможно будущее страны. Дело в том, что с 2013 года в стране экономическая стагнация. Владимир Путин говорил, что на 25% нашей проблемы от санкций, а на 75% мы сами не доработали. Кто это сами? Думайте сами. Стагнация хуже экономического кризиса, потому что экономический кризис имеет собственную логику, когда за спадом следует подъем, а стагнация может длиться сколько угодно долго и требует чрезвычайных усилий от правительства. Не случайно не только мы, там в лице Геннадия Зюганова, но и Союз промышленников и предпринимателей, Вольноэкономическое общество и так далее, и так далее, Академия наук требует новой индустриализации. Что такое новая индустриализация? Одна из главных составляющих частей – это интеграция науки, образования и производства. Что у нас с наукой? Начнем с того, что согласно международным нормам государственные расходы науку должны составлять 2% от волового внутреннего продукта. В Израиле, например, 4 с лишним. У нас, согласно указу президента, в 2015 году, я извиняюсь за обилие цифр, но без этого будет непонятно, по указу президента от мая 2012 года, в 2015 году расходы на науку должны были составить 1,77 от волового внутреннего продукта. По официальному заключению комитета по образованию и науке в 2019 году будет 0,38, в 2020 – 0,39, в 2021 – снова 0,38. Говорю по-русски. Указ президента недофинансируется в 4,5 раза. Возникает вопрос, а кто в доме хозяин? Президент, который сдает указы, или Минфин, который выделяет на это деньги? Надо отдать должное при этих очень низких затратах. Российская наука как-то живет, совершает открытие, но в другом указе президента уже теперь от 2018 года номер 204 написано, что мы должны создавать условия для привлечения в науку молодых ученых. Если верить Российской Академии наук, то в 2013 году у нас из страны уехало 20 тысяч молодых ученых, в 2016 – 44 тысячи молодых ученых. Сегодня мы спросим министра, каковы последние данные на эту тему, удалось ли переломить эту тенденцию. Кстати, напоминаю, по оценкам Германа Грефа, с которым я далеко не всегда согласен, по оценкам Германа Грефа, потери страны, пересчитанные в деньги от утечки умов, превышают потери от утечки обычного капитала, которые за послесоветское время превысили 2 триллиона рублей. Потери человеческого капитала важнее, значительнее. В долларах. Что я сказал рублей? В долларов, конечно, я оговорился, извините. Что касается других системных проблем образования, ключевая тема, конечно, это кадры. Деньги решают не все, все решают кадры, но кадры в значительной степени зависят от денег. По официальным данным российского правительства, средняя заработная плата в российской науке – это 94 тысячи рублей. Правда, когда я спрашиваю моих коллег, работников науки, получают ли они 94 тысячи рублей, большинство из них крайне удивляются этой цифрой. Почему так получается? С одной стороны, колоссальный уровень неравенства в оплате труда ученых, с другой стороны, искусственные способы, чудеса статистики. Помните, как говорил Андрей Макаров, после того, как мы подчинили Росстат Минэкономразвитию, нам по плечу любые показатели. Вот эти показатели нам тоже по плечу. Ну, например, организации нужен компьютер. По зарез. Организация знает, что она должна повышать зарплату научным сотрудникам. Выписывают премии, скидываются, покупают компьютер. После этого кто-нибудь недовольный жалуется и начинаются расследования. И это только один пример, наиболее частый пример – перевод на неполную ставку с расчетом, соответственно, исходя из полных ставок и так далее, и так далее, и так далее. Интенсификация труда. Короче говоря, мы считаем, что нам необходимо повышать долю базового оклада в оплате труда российского ученого. Иначе они так и будут удивляться, откуда взялись средние данные по их заработной плате. Примерно, то же самое по заработной плате вузовских преподавателей. Это тоже в большинстве работники науки. По официальным данным восемьдесят четыре тысячи. Ну вот, два года назад Общероссийский народный фронт, обращаю ваше внимание, не фракция КПРФ, Общероссийский народный фронт провел исследование. И оказалось, что указ недовыполняется в два с половиной раза. Напоминаю, согласно указу средняя зарплата российского вузовского преподавателя должна составлять две средние по региону. Недовыполняется в два с половиной раза. Я уже не говорю о том, что есть проблемы, которые связаны с работой в самой науке. Ну, например, сейчас в России 92% граждан позиционируют себя как патриоты. Мы все время говорим о защите национальных интересов и так далее. Но при этом в науке едва ли не основной критерий это твои публикации в международных базах данных. Как говорил Грибоедов, человек из города Бордо лишил от открыл, имеет счастье, во всех княжонах следят в участие. Так вот, по оценкам экспертов, дополнительные затраты, из этого сделали большой бизнес, дополнительные затраты российских вузов и научных организаций на то, чтобы заплатить за эти самые публикации, составили 80 миллиардов рублей. У нас, что, больше деньги девать некуда. Мы понимаем, что большинство проблем возникли не при современном руководстве Министерства науки и высшего образования. Мы готовы с ним работать по решению этих проблем, но подчеркиваем еще раз, без радикального улучшения ситуации с финансированием науки, с оценкой научных результатов, новая индустриация не состоится, без нее не состоится модернизация страны. Это колоссальнейшая угроза национальной безопасности нашей России. Нам, как воздух, нужна модернизация и экономический прорыв.